Комплекс Ташкент-Сити, конференц-холл и отель Хилтон. Очень красивое современное здание. Всем привет! Продолжаю формат коротких оперативных видео из своего путешествия. В замену прямых эфиров это видео, снятое одним куском. Вот сейчас я нахожусь в Ташкенте, в районе Ташкент-Сити. Это очень красивый, грандиозный комплекс. Сейчас мы проходим как раз мимо него. Это грандиознейшее здание. То, что вот пониже, это, насколько я понял, конференц-комплекс. Комплекс для проведения различных конференций, собраний. И дальше отель, грабадный отель Хилтон. Ну, естественно, вся территория обустроена, облагорожена. Высажены цветы и деревья. А слева будет строиться жилой комплекс. Он и строится уже. Множество будет красивых современных домов. Что входит в комплекс, кроме отеля и конференц-зала? Там внутри, если я не ошибаюсь, музей восковых фигов. Вот как. Ну, сейчас, конечно, все музеи закрыты. Мы не можем ничего такого посмотреть. Только внешне можем посмотреть здание. Видно, что все это сделано с большим вкусом. И совершенно в современном таком стиле. Восточного я ничего в этом не вижу. Очень такое все европейское. Сейчас обойдем с другой стороны, посмотрим. Постепенно к этому главному, самому высокому зданию, справа, слева, со всех боков будут пристраиваться другие строения. И этот район будет развиваться и расти дальше. На территорию, конечно, просто так не заехать. Нужны какие-то специальные разрешения или пропуска. И слуги охранник уже недовольно поглядывает и меня. Все очень не любят, когда снимают. Даже если это не запрещено. Так вот, все это здесь обустроено. Высажены хвойные. Какие-то инженерные сооружения. Рядом обеспечивающие, наверное, вентиляцию, отопление. Что такое? Здесь рядом ресторан, наверное, да? Нет. Планетариум, ребята. Здесь написано Ташкент Планетариум. Вот что это такое. Ну вот сейчас мы обойдем и выйдем к фасаду отеля Хилтон. Вот как все здесь это грандиозно и красиво выглядит. Такая вот махина. Чуть-чуть похоже на Москва-Сити. Но там уже больше зданий. Шикарнейший международный отель. Но я в нем жить и не планирую. Современное общественное пространство. Такие футуристические лавочки. Вот интересный вариант. Инсталляция такая. Рыбьи хвосты. А сами рыбы-то дальше там. Но-но-но-но. И вот отель во всем Великолепии. Чё крутится? Зачем? Это вот дельфины выпрыгивают из воды. Здесь, как я понимаю, должен быть фонтаном. Но еще не сезон. Целый зоопарк из зеленых фигурок. Все очень хорошо сделано, конечно, в пространство. Даже несмотря на то, что сейчас карантин, народ здесь гуляет с удовольствием. Но написано, что по газонам не ходить. И это же, конечно же, еще такое отношение к этому советское немножко. Как-то показано у них они. Показано нам надо ходить. А чтобы они не вытоптались, они должны быть специальные. Интерактивный стенд, из которого можно узнать, что где находится, куда сходить, где чего поесть и так далее. Очень здорово двигается все руками. Можно получить всю необходимую информацию. Про гостиницу и про комплекс. Тут несколько таких уютных мест обустроена. Масса веселых фигурок. Но единственное, что мне не нравится, что нельзя сидеть на газонах. Мне кажется, это просто как-то неправильно. Сделали бассейн, пруд. Здесь будут фонтаны еще. Очень красивый современный район получился. Дальше там эстрада. Здесь выставили небольшую мечеть. Оно выглядит очень красиво, по-старе видному. Охранники здесь тоже отличаются особой умом и сообразительностью. Один подошел ко мне спросил. Турист, да, камера, да. Я нарушаю что-нибудь? Нет, ничего не нарушу. Мы разошлись. Бегают в основном, они хотят, чтобы не ходили по газонам. Вот такая пшеница с подсветкой. Электрическая пшеница здесь выросла. Издалека очень интересно. Еще светло. Будет потемнее, будет вообще прикольно. Здесь уже включается подсветка. Здесь вот эти даже камешки подсвечиваются. Красивый сделали парк. Ну вот, некоторые ограничения, связанные с местными порядками, то есть, не ходить по газонам и вообще, что это вы с камерой. Немножко пока напрягают, но думаю, что когда-нибудь все-таки это изменится. Камыши тоже светятся. Связь на случай экстренного какого-то экстренной ситуации. Вообще, вверху написано, что это 19-й век, мечеть. Но вот она очень хорошо отреставрирована. Мечеть-музей. Наверное, штука полностью восстановлена, так я думаю. Вот, воссоздан дворик. Очень интимная такая, спокойная обстановка здесь. Классно сделали, конечно. И даже подстанция у них в таком растительном стиле теперь оформлена.